Всем привет, я Яна, и вы на моем YouTube-канале, и сегодня у меня в гостях Егорик. И сегодня мы будем задавать друг другу вопросы, чтобы узнать, насколько хорошо мы друг друга знаем. Мы подготовили каждый по 12 вопросов, и сейчас будем друг другу задавать. Каверных, экстремальных, очень серьезных и жестких. У меня, по крайней мере, так. Я буду задавать вопросы про себя. Я узнаю, хорошо ли он меня знает вообще, а он точно так же будет только про себя. Да, давай, начнем. Ты первый начинаешь. А реально экстремальные вопросы у меня обычные, по типу, там, как меня зовут. Поехали, я первый тебе задаю, по разу, да? Сейчас будет по-харду. Назови точное число моих веснушек на лице. А, то есть вот так можно было задавать тупые вопросы? Я не знаю. Тысяча. Больше. Ты же сам не знаешь. Я считал. Я вот так брал маркер, вот так вот тыкал, на какие я уже посчитал. Почему она из меня дуру делает? Ладно, все, я шучу, конечно же, я этого не верю. Ну мало ли ты знаешь, пока я спал, ты меня посчитала. Да, я маньячка, я так делаю. Пока только на лице посчитала. Сколько? Тысячу, двести, пятьдесят, четыре веснушек. Это реально, реально, ты же не узнаешь никогда. Ребята, если вы думали, что это прыщи, то нет, вот там момент, когда я могу показать, что у меня реально веснушки видеть. Ты меня понюхала? Сколько у меня было девушек до тебя? А в каком плане? Встречался. Встречался? Примерно встречался, да. Так гораздо меньше получается. Владка, картон. Потом еще было. Ну пускай будет четыре. Я никогда не задумался об этом, но сейчас подожду. С кем я встречался? Нет, у меня была еще Таня. Идюха, 1992 года, Рождец, Таня, Владка, картон, Настя, с Минска, девочка. С Настю. Ну тогда четыре реально ты знаешь. Следующий вопрос или мне задача? Нет, я задаю. Чего я больше всего боюсь? Ты сам не знаешь, чего ты больше всего боишься, очень много у тебя фобий. Не надо тут озвучивать все мои фобии, просто скажи, чего больше всего, по твоей версии? Нет, я хочу озвучить все фобии. Ну я тогда пойду чай заварить. Ну мне кажется, болезней. Ну я боюсь реальных заболеваний, это страшно. Знаете, есть такие люди, которые... Поэтому для меня корона это было... Очень подвержены. То есть если они что-то колят, им кажется, что все жестко. Вот это Егор, такие люди. Да, если они что-то колят. Это было, есть такое название даже у этого. Мнительный. Типа мнительный, но еще как-то, да. Короче, болезней, ну либо бедности. Нет, болезней больше. Бедность это вообще... Ну да, это не страшно. Болезнь. Ну да. Правильно? Да, да. Всем всегда желаю здоровья. Вот. Всем здоровья, ребят. Дорогие мои любимые, здоровья мы желаем. Сразу плюс 30 лет канала устала. Желаю, чтобы все были дорогие. Хорошо, теория просто такая еще. Мой любимый исполнитель. Ты? Не. Ладно, твой любимый исполнитель. Исполнитель Денис Кукаяко, группа Хлеб. Нет, он же не исполнитель, это группа. А тут исполнитель прям. Просто Лера. Рекламка в описании там вставит. Я все знаю про тебя. А в принципе, если за все время это Земфира. Да. Плюс 30 лет канала сразу. Я все знаю. Я его просто разматываю, понимаете? Разматываешь. Он ничего про меня не знает, я уверен. Сколько у меня шрамов? Вот тут этот об забор, блин, поранился. Нет, вообще, это как я на мопеде упал. Я упал на мопеде, порезал жестко. Он там огромный такой. Я даже не могу этот шрам показать в камеру, потому что если я покажу, возможно, Ютуб заблокирует тебя. Ничего, шрамы не блокирует. Там такой шрам, извини меня. Блин, а если бы я на лице был, что ли, человек все шрамы взяли? Ты знаешь, показывает, там вот такая микро ринги. Покажи шрам. Я могу фотку, фотку. Ну, окей, второй шрам, когда ты на мой день рождения поранился бутылкой. Там вот такая фигня. Ну, шрамов четыре. А где еще два, подожди. Ладно, один вот на лбу, третий. А четвертый я запасной взяла, мало ли, я не помню. Ну, ты ошиблась, три шрама. Блин, зря про запасной. Четыре шрама, я сказала, на самом деле три. Ну что, Егор, следующий вопрос. Какое мое первое видео набрало миллион? А вот это уже вопросик очень такой кайферный. Первое видео, которое набрало миллион просмотров? В Ютубе именно. Ты правильно задала этот дополнительный вопрос? Нет, везде. Я его создал, я там не снимался. Но он набрал. У тебя пришло сознание? Ты вспомнила, да. Короче, есть такой сайт, называется Коуп. Там, где раньше скидывали, блин, он такой старый. Там, где раньше зацикленные видосы вставляли. И он снял своего младшего брата Ваню возле лодки надувной или возле банана. И поставил звук, типа, секси. А он пухленький. И этот видос набрал 2 миллиона просмотров. Я могу сейчас вам показать это видео, мы думаю, найдем. Вот это видео. Вот это набрало больше 2 миллионов просмотров. Да ну как ты сама так набралась? Я все про тебя знаю. Прикинь, я 5 лет снимал видосы, и только вот я случайно заливаю по приколу, думаю... А, но это не в Ютубе. Похрен, зальем. Да, это не в Ютубе, но неважно. Сама суть того, что заливаю и просто через 100 месяцев смотрю 2 ляма, я вот так... Моё почтение. Ничего вообще. Ни подписчиков, ни фолловеров, никого, ничего не было. Ну, сам факт. Следующий вопрос. Какие у меня есть комплексы? Очень много. В смысле очень много? Я так, я закомплексованный, боязливый человек. Комплекс, у тебя большой нос. Ну, это да, это реально так. Ребята, пришло время вам показать. Ну, мы, наверное, все это время видели, но если я поворачиваюсь в профиль, это вообще стрелка на подписку в историях. Понимаете? Мне не нужно вставлять гифку. Этот нос, он в принципе уже как стрелка. Это реально стрелка на подписку. Это на свайб. На свайб. На свайб. На свайб. Ну, вы видите, все сами. Придет время, я избавлюсь от него. Ну, наверное, из внешности только, наверное, этот. А, в принципе, по жизни. Нет, наверное. Получится один. Ну, да. Да, ты права, один. Какой у меня самый дорогой ролик? То есть, видео, на которое потратило много денег. Блин, я знаю, но не могу вспомнить. На все видео ты много денег тратишь. Да, на самый большой. С подписчиком, наверное, не самый дорогой, были и дороже. Просто это очень долго был самый дорогой ролик, я не могу вспомнить. Ну, давай. А, скейт. Когда ты строил скейт, мы строили, выстроили его очень-очень долго и очень дорого, потому что аренда ангара, сам скейт, съемки, инженерам платили деньги. Короче, там около 13, что ли, тысяч. Да, 13 тысяч долларов мы потратили. Ну, на все, не только на сам скейт, но еще на 12. Это серьезный проект был. Мой любимый суд. Грибной. Да. Это было очень легко. Следующий вопрос. Назови имена моих родителей и брата. Родителей? Да, и брат. Отчима или родителей? Ну, отчима. Отчима Слава зовут, мама Таня, брата Ваня. Я думал, я ее завалю здесь, а она нет. А моих? У меня нет таких уровней. Как зовут моих родителей? Ну, папу Миша зовут, маму зовут. Реально. Мы встречаемся. Оксана, вот, я вспомнил сейчас Оксану. Оксана. Да ладно, это я рофлил, я знал имя. А сестру мою как зовут? Соня. Ну, просто легко это было запомнить, у нас камера Сони. Ну, да, следующий вопрос. Вот это вообще невероятный вопрос. Сколько раз за всю историю канала я попросил подписаться на канал? Ты сам не знаешь. Знаю. Ты не знаешь. Знаю. Хорошо, можно пользоваться телефоном? Посчитать все мои видео на канале. Посмотреть, сколько видео упустило умножить где-то на два. Почему? Мне кажется, два раза в видео где-то просишь. В конце подписывайся на канал, ставьте лайки, это стандартное окончание или человек. Ну, да, тогда на два надо умножить. Не в каждом видео я просил людей подписываться, не в каждом. Ну, хорошо, ну, пускай будет 200 раз. Ну, ты сам не знаешь. Знаю. Откуда ты знаешь? Ты ведешь книгу? Да. 254 раза. Я попросил Саню, чтобы он просто чекал все мои видосы и узнал, сколько раз я тебе попросил. Он врет. И прямо здесь передо мной. Правда, я попросил тебя посчитать, сколько подписок на видосе? Никто ничего не ответил! Что это за херня была? За что ты меня дуришь? Это был просто вопрос таким с подвохой. Чтобы лишний раз сказать ребятам, ребят, этот канал совсем недавно был создан. Тут нужна поддержка. Ну, вы же знаете это. И я думаю, что вам стоит подписаться на канал. Блин, как? Тут все душевно. Он это придумал просто. Гениальный, гениальный ход, гениальный ход. Но ты не знаешь. Да, конечно, я не знаю, что я считаю, сколько раз подписывал. Я считаю, что это не в счет этот вопрос. В счет, все, все. С кем бы я хотел коллабу на ютубе? Из русских говорить, с кем бы ты хотел коллабу? Из русских? Я только с русских хотел бы. Ну, просто ты с многим, с Масленником ты уже снимал. Один человек есть. Один, и ты прям очень хочешь с ним коллабу? Да. С Моргенштернами? Нет. Ну, это достаточно близко. Достаточно близко. Нет, но очень близко. Карина Карамбэйби? Да, я хочу с Кариной Карамбэйби сделать коллабу. Мне кажется, она высокая. Хотя нет, я слышал, она на такой же рост, как я. Она, да, крутая. Да ты что, прикинь, у нее на канале начинается. Горик. Мы 24 часа смотрим. Ну, там что-нибудь. Короче, понятно, это был последний вопрос? Ну, да, у меня все. Ты ответила два раза неправильно только. Леша, сделай счетчик. В общем, мы знаем потом, когда смонтируется, кто проиграл. Да. Сначала ищем с простого. Какой у меня размер ноги? Ну, 36-й. Да. Я все знаю. В каком университете я учусь? Можно назвать название? Ты сумасшедшая. Бенту. Б-н-т-у. А как раз у тебя? Белорусский национальный технический университет. А на какую специальность? Архитектор. Иди отсюда. Ты все знаешь? Конечно. Блин, слишком легко. Ладно. Какое первое видео я сняла на свой YouTube-канал? У меня прям отключился мозг сейчас. Сейчас, я вспомню. А, с платьями Хэллоуин. Это было второе, да? Третье? Подумай хорошенько. Что ты со мной? Ты просто перечисляешь, ты можешь ответ сказать? Не, я не помню, реально. Не помню. Я не помню, я забыла. Ну ты же сказала платье. А, платье? А, ну платье на хэллоуин. Дешевое, дешевое, другое платье. Да, ну ты потом сбился и начал других говорить. Ну дешевое, другое платье. Но если вообще копать глубже, а на канале на твоем, когда он назывался моим именем, я сняла первое видео. Да, изначально мой канал назывался Яяна, потом мы его периминали в моем. Факт, если так, ты считай, тогда... То было, не было? То в том видео было, не было. Но неправильно ты ответил. Ну как бы 50-50. 50-50. Сколько у меня татуировок? Раз. Вот тут. Здесь на ноге. Третья. У тебя здесь цветочки есть. Вот здесь. Ну вот здесь точнее, да, вот здесь. Потом у тебя вот здесь есть татуировка раз. И вот здесь татуировка два. По-моему тут даже две. Семь татуировок. Седьмая просто там... Ну бой, мне шесть татуировок. А, блин. Ну я добавил просто немножко, как будто ты байкер. Типа, мол, у меня где-то там татуировка, но у меня нигде больше нет татуировок. Да, да, конечно. У меня шесть татуировок, все правильно. Все на ногах, одна здесь. Какой мой любимый сериал? Ты точно должен знать. Это твой любимый сериал. А какой мой любимый? Ты точно знаешь, я его пересматриваю очень часто. И постоянно тебе говорила, что это мой любимый сериал. Сейчас, one sec, please. Как я встретила вашу маму. Все девчонки сейчас такие, Янка красава смотрит сериал. Почему девчонки, это всем нравится этот сериал? Ну, не знаю. У меня много знакомых парней, которым нравится этот сериал. Он крутой. Давай так. Ребята, напишите внизу в комментарии плюсик, если вы не знаете, что это за сериал. Ну, по-любому не знаю. Короче, если вы не знаете сериал, как встретила вашу маму, поставьте плюс. Сделаем так, чтобы у меня было очень много комментариев. Я уверена, почти никто не знает из вас. Если вы знаете, вы мой любимый. Вы мой любимый подписчик, если вы знаете. Следующий вопрос. По какому предмету? У меня в эти стати в школьном единственная восьмерка. Все девятки в десятки, а вот по этому предмету единственная восьмерка. Я тебе рассказывала. Я не знаю, вспомнишь ты или нет, но по какому предмету у меня единственная восьмерка. Остальные 9-10. Химия? Да. Я была уверена, что ты не знаешь. Мы встречаемся, три года. А почему ты этот год не мог запомнить, когда у меня день рождения? Почему? Это просто у меня на числа проблем. Какого числа у меня день рождения? Отвалите от меня, пожалуйста. Отвалите. Девятого числа. В каком месяце? Июля. Ты уверен? Да. Реально июль? Июнь. Я сказал, а не июля. Июля. Так что ты сказал? Девятого июня. Июня? Подожди, что не сбило? Июнь, июль. У тебя в июле. Ты уверен? Да. Прекрасно. Девятого июля, да? Девятого июля у меня деревья нет. А когда? А когда? Не знаю. Девятого июля. Ну, что ты дуришь, что ты меня... Сколько у меня подписчиков в ТикТоке? Ты с ума сошла? Я не помню. У тебя каждый день обновляется. Ну, примерно. Шестьсот тысяч. Давай поближе как бы. Триста тысяч у тебя. Почти четыреста, нет? Четыреста или пятьсот тысяч. Да, это вот около шестьсот. Шестьсот тысяч, а. Шестьсот. Шестьсот тысяч. Да. Шестьсот там сейчас. Семьсот восемьдесят тысяч. Ничего тебе сказали? Охренеть, ребята, давайте добьем. Я вообще в шоке. Я думал, мне там тысяч триста. Ну, типа. Давайте добьем ее до миллиончик, пожалуйста. Было бы круто, да. Было бы круто. Галочку дали. Серьезно, человек сидит. Во-первых, сейчас галочку дают, если ты сделал скейт большой, гигантский. У меня в Ютубе нет галочки. В ТикТоке есть. Какой мой любимый исполнитель песен? Певец мой любимый. Эль Ширна. Ладно, подожди. Иван Дорн. Да. Ну, вообще Эль Ширна ей больше нравится. Она просто специально сказала, потому что она надеется, что Иван Дорн с ней снимет коллабов. Иван Дорн, он не ютубер. Просто мне нравится Иван Дорн, очень сильно. Что мы делали с тобой на первом свидании? Ты помнишь наше именно свидание? Мы сидели с моим другом. Не наше первое... Что мы делали тогда? Кушали. Что мы делали? В кино ходили. Ну, для меня первое свидание было, когда мы в кино пошли. Короче, просто ты меня позвал и пришел со своим другом. Мы просто гуляли, было очень холодно, и мы просто шли пешком. Три станции метро прошли, потом зашли в лидо, взяли кофе и ушли. У меня стало очень холодно, и все. Мы не кушали. Нет, мы взяли чай. Но у меня не было денег. Ты все время говорил, в следующий раз пойдем в кино. Но мы так и не сходили. Нет, мы потом с тобой сходили. Нет. Ну ладно. Сколько у меня сейчас денег на карте? 400 рублей. На карте, на твоей? Ну, на счету. Не на счету, а на карте. На карте. Ноль. Ноль. 5 тысяч белорусских рублей. Как вот так много? Ну, блин, ты же переводила деньги. Нет? Ну, тогда 300 рубасов у тебя там. Ты 300 рубасов там. Есть два счета просто. Один, который ютуберский, а один обычный. И из ютуберского надо перевести на обычный. Иногда я не забываю переводить деньги, и поэтому у нее там бывает 300 рублей. Типа ноль. Я не знаю, как она живет. Ты человеку, дня может быть ноль. 270 рублей. 270 рублей. Да, это не рублей. Вот это столько в долларах, и вот столько это в русских рублях. Так ты смеешься, это вообще-то много. 200 рублей? Это не 20 рублей, это 200 рублей, дебил. Точнее, 200 рублей. Показал, что ты сказал. Это больше чем 100 долларов. А, ну это нормально, да. Сидит ружет. Аха-ха, 270 рублей, кайфер. Егор постоянно путается. Кто я по знаку злодиака? Рак. Краб. Блин, я не знаю, кто по знаку злодиака. Стрелец. Нет? Скорпион. Рыба. Ну, дева ты. Ладно, я шучу, ты близнец. Нет? Моя, ты что в начале сказал? Ты почему Даша стал перечислять какие-то рандомные такие... Ну, я подумал, что такое лицо было, типа, мол, неправильно. А что в начале сказал? Как можно с ним встречаться? Да, я по знаку злодиака. А я сказал рак. Да. Ты же даже смотрел нашу совместимость. Да, я смотрел, когда был в самом начале нашего плачей. Я вообще с девушкой любой знакомлюсь, всегда совместимость с человеком. Когда людей на команду беру. Знаешь, типа, собеседование прошло, и прям так, и теперь важный момент. Человеком совместимость. Ладно, чего я больше всего боюсь, когда ты думаешь? Бомжей. Это правда. Ладно, нет. Нет. Одиночество, как и все девочки. Нет, нет, у меня не такая моя самая большая боязнь. Бедность. Смерти. Вот и все. А на этой прекрасной ноте... Ну, знаешь, все фобии, по факту, они сводятся к тому, что у человека... Ну да, фобия смерти. А не какая-то... Да, 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 да. Ну, так что, ну, прям смерти у меня это как-то вызывает очень большую панику в голове, когда я думаю о смерти. Ну, вот такой вот получился видосик. На такой ноте мы закончим. Мне кажется, что мы одинаково херово знаем друг друга, но мне кажется, я все чуть-чуть получше. Нет, мы нормально друг друга знаем, просто мы не знаем друг друга. А, у тебя были сложнее... Я знаю твой знак взяк Лев. И знаю, когда у тебя день рождения, 7 августа. И какое бы ты лицо ни делал, я все равно это буду знать. Да, да, да. Это уровень, конечно. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставили ему лайк, подписались на канал. Да как-то лучше такого знает. Кои еще тут результаты появятся, но мне кажется, что примерно одинаково. Леша, узнай, пожалуйста, кто из нас самый... Крутой. Кто из нас знает друг друга больше. Ну что, все получается. Заканчиваем видео. Заканчиваем это видео, мы будем снимать новое. Ну а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok